В деревне Шадрина живёт не более 600 человек. Но когда все они становятся предметом личных переживаний одного человека, то масштаб видится иначе. Местные жители говорят, что у Ирины Будник большое и доброе сердце, а терпение, дай бог, каждому. Она с утра в заботах. Приехал глава сельсовета, собрались старшие по улицам. Пока все в сборе, староста поздравляет односельчанку с днём рождения. Баб Маш, будьте здоровы, живите долго, чтобы лечили свои ноги. И Владимир Степанович не прошёл флюорографию. За общественную работу Ирина Генриховна взялась в прошлом году. Должность староста ей доверили односельчане. Мы в каждый дом разнесли листок голосования. То есть подготовили специально такие листки. И мнение каждого человека, проживающего в деревне Шадрина, спросили. И Ирина Генриховна у нас с большим отрывом выиграла. С тех пор работа кипит, говорят старшие по улицам. Галина Магазинникова до сих пор вспоминает, как строили снежную горку. Она взяла лопату, полезла сама её ровнять, принесла лейки. Вместе с нами она ползала, бегала, всё это делала. Когда пришло время Нового года, она была как ребёнок счастлива, что она это всё устроила людям. Летняя детская площадка тоже появилась здесь недавно. Мы когда приехали, это пускай четвёртый год, здесь не было ничего. Вот она появилась только недавно. И появилась она ближе к осени, детская площадка в том году. Между делом Ирина Генриховна забегает домой. Заболела внучка. Дети – это особая тема в жизни нашей героини. И радостная, и трагичная. Несколько лет назад её младший сын погиб. Я как бы стараюсь, вот эту боль, вот это страдание. Я как бы занимаю себя обязательно какой-то работой. Мне всегда кажется, что я что-то не успею. Всегда хочется познать что-то новое, научиться чему-то новому. Дом старосты наполнен разными вещицами. Шитьё кукол – одно из её любимых занятий. Похоже, что творчеством в доме Ирины Будник увлечены все. Муж увлекается музыкой. Владислав Викторович говорит, что скучать со своей супругой ему не приходится. Телефон здесь не прекращается. То ребятишки, то это, то всё. То депутат, то глава администрации. То это постоянно звонки. Ну а что же сделаешь? В мечтах у Ирины Будник открыть в деревне кружок для местных детей, чтобы учились мастерить. А она бы научила, ведь сейчас она освоила более 20 видов творчества. Её мечта, чтобы шадринцы росли и навсегда оставались в родной деревне. Вот я как-то три месяца прожила в Германии, ездила в 2000 году. И знаете, я никак не приняла эту страну. У меня сердце, я только выдержала три месяца, сердце рвалось домой. И когда я приехала домой, я вышла в поле и запела песню «Уголок России», «Отчий дом». В общем, понимаете, что такое родина? По итогам ежегодного конкурса Ирина Будник признана лучшей старостой из Китимского района.